Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают впервые в этом качестве сегодня услышат вот ну вот давайте все-таки с хорошего да с матвея что меня поразило в этой истории как четырехлетний ребенок мог уйти из дома сам господи да вот это мне кажется самое не поразительное все проще ничего нет ты отвернул они перемещаются со скоростью и не за на на частиц все понятно там же взрослые все равно это же было это это же было не ночью то есть там люди какие-то взрослые хотели они видят одного ребенка который куда-то там шлепает по своим делам как они его не остановили то же деле самом деле да немножко там ситуация была по взрослым другая это деревне в которой всего там по 5 жилых домов очень небольшая и вокруг лес поля и все взрослые ну наверное были уже чем-то заняты или были в доме и когда матвей проснулся около 7 часов вечера вечера даже он просто не увидел в доме там ни мамы ни братьев растерялся и пошел искать все вышел во двор за калитку и ушел искать у четырехлетнего ребенка нету логики там а наверно мама вот тут надо ее посмотреть он просто вышел и пошел все но он пошел вы как-то потом вот после того как матвея нашли вы с ним разговаривали как оказалось так что он так далеко-то ушел то есть вышел тут можно такой встречный вопрос а вы давно общались с четырехлетними детьми ну да нас тоже спрашивали на самом деле об этом говорили что что говорит матвей как он объясняет да никак не объясняет он во первых он только начал говорить у него как бы особенности развития есть да во вторых ну даже если бы он и мог говорить ну какой связанный рассказ может маленький ребенок дать нет то то есть это семь восемь двенадцать лет что они еще могут что-то сказать я вот скажу это в четыре года они отвечают ты его что спросишь он то тебя скажет скажет ты испугался в лесу он скажет да ты скажешь тебе было не страшно он скажет нет ну то есть ты ему предлагаешь варианты он просто подтверждает все что говорили либо но действительно какой-то стимул ему домой даешь куда подсказку на основе ее может построить рассказ но мы я говорю что мы разговаривали с мамой опрашивали там эту ситуацию в принципе более-менее восстановили действительно что мама со средним сыном была на заднем дворе огороде а матвей проснулся и просто не на не найдя их не сообразив что можно пройти туда он вышел за калитку а дальше уже ноги сами понесли пошел искать да просто вышел и пошел это вот вот самое наверное полное объяснение насколько это распространенная ситуация вот очень если мы говорим про маленькие очень распространенные маленькие дети вот я так понимаю что у вас есть да как раз этот возраст да 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 это очень часто рассказывают знать эту историю что вот я смотрю он есть вот я отвернулся через секунду поворачиваюсь а его уже нет где он у нас есть прекрасная семья наши друзья у них четверо мальчишек однажды они приехали к нам в сад слушайте за полтора часа они ухлопали толпу взрослых потому что это действительно вот то самое броуновское движение не носятся и не уследить это очень легко поэтому нужно всегда быть рядом с ребенком по возможности для маленьких таких наверное часы с gps навигатором пока еще рано но в целом всегда надо знать где находится ребенок и постоянно контролировать потому что это очень любознательный возраст очень активно как были организованы поиски за сколько вообще удалось аккумулировать такие силы насколько я понимаю там и следком было мчс и волонтера очень много причем из нескольких регионов люди приехали да у нас видите заявка пришла на матвея когда прошло уже достаточно много времени с момента пропажи то есть он пропал вечером 7 часов а заявка к нам пришла где-то около 10 часов 11 утра на следующий день то есть более 12 часов уже прошло это не самый хороший фактор да вот это очень 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 опасно когда не сразу заявляет потому что первые сутки мы всегда говорим найти живым 90 процентов вероятность на вторые сутки 50 а дальше все снижается и снижается поэтому надо сразу мы всегда говорим что надо сразу а тут родители и односельчане они искали самостоятельно только утром еще заявили в полицию и вот начали собирать людей вот и мы запускаем поиск когда поговорим с родителями выясним ситуацию а поговорить тут было невозможно первых папа был на заработках в другом городе да у мальчика с мамой разговаривала полиция им тоже как бы нужно было свои мероприятия провести и плюс на месте в этой самой деревне связи практически не было то есть очень плохая там только одного оператора это не у всех работал поэтому вот скудные очень сведения были мы готовились сразу ко всему и к самому плохому и в общем собрались еще надо сказать что дорога туда непростая весьма и вот эти двести тридцать двести сорок километров мы ехали там часа четыре наверно и вот когда приехали на место там уже были мвд они немного раньше нас приехали следственный комитет работали и мы тоже развернули работу и вот после этого мы в течение наверное там часов после того как мы приехали в течение часов шести начали уже собираться люди еще из других регионов то есть наши ребята подъезжали из других на самом деле было очень много людей и когда после поиска я эту ситуацию начала там прокручивать в голове я понимаю что вот на месте было там допустим 200-300 человек да а сколько обеспечивала вот эту работу там в тылу дистанционно да дистанционно наверное мне кажется это более 500 человек было задействовано вот на поиск матвея вертолет тот который фигурировал мне кажется он всех заинтересовал кто этот человек откуда этот вертолет вообще взялся как у нас есть очень тесная дружба с отрядом ангелы с вертолетным и по возможности в тех регионов где есть какие-то там клубы допустим аэроклубы где есть частные вертолеты или там малая авиация самолеты они стараются договориться вот именно если поиск ребенка чтобы было участие я скажу что вот шесть лет мы в кирове занимаемся поисками и ни разу нам не удалось договориться на применение малой авиации которая вот у нас один раз санитарный вертолет согласился прилетать но была нелетная погода вот а тут я не за удалось совершить невероятное там наверно человек 40 над этим работали и у нас был значит из казани небольшой самолет летал тоже он может на небольшой высоте и потом договорились с нашим клубом и они тоже согласились полетать то есть он должен был прилететь но не успел все хорошо закончилось насколько быстро вообще можно привлечь авиацию насколько я знаю они же должны получать разрешение на самом деле на поиск ребенка достаточно быстро в течение трех часов можно закрыть небо но по-разному бывает но мы стараемся а ускоряет ли процесс вот возбуждение там уголовного дела нет это ведь не зависит у них нет задачи запретить например это да под каким-то предлогом есть задача просто убедиться что в этом участке неба никого не будет в этот момент чтобы избежать катастрофы и все как вообще работаете с родителями ну то есть конкретно в этом случае вообще потому что понятно искать ребенка в принципе всегда сложно искать своего ребенка по лесу тоже я не знаю привлекают ли возможно не за психологи мчс работает или они уже подключаются на каком-то другом этапе как вообще с родителями контактировать наверняка не многие находятся проходит серьезное обучение достаточно и не прекращаем учиться сколько шесть лет я 6 лет учусь мне кажется все время чему то нас есть курсы и координаторов и курсы психологии мы учим и общаться с детьми опрашивать детьми и говорить с родителями и успокаивать их то есть но это все конечно не сбух ты барах но мама я так понимаю что в стрессовой была ситуация да да на самом деле то есть было видно что она просто не здесь не в себе и очень сложно было до разговаривать но бывали ситуации более критичные я имею ввиду папа в плане поведения так что тут нормально сработали все вот эта история с комментариями которые я видела потом в социальных сетях в полутора километрах по моему до деревни нашли матвея где-то так вот дмитрий кивает да люди говорят как можно двое двое суток искать ребенка в полутора километрах тут полтора километра это типа 20 минут от деревни отойдешь и все полтора километра это ведь не прямая не знаю на котором сидит вот это расстояние на которого он ушел на самом деле диаметром до полтора километра радиусом три километра круг это ведь очень сложно это ногами надо все пройти плюс сама по себе как сказать что я уже запутался лес да местность лес речки озера какие-то болотистая местность даже в эти же все тропинки вроде бы их много но они сходятся расходятся поворачивают и типа ним просто вот не найдешь плюс сразу было предупреждено что мальчик может не отозваться так как он плохо разговаривает и боится взрослых людей незнакомых не вообще да поэтому много таких нюансов которые в этом поиске участвовали было тяжело и собаки которые там участвуют тоже поисковые следовые им тоже было тяжело потому что прошло время плюс прошла еще гроза дождь то есть следов было немного и тяжелый поиск по сути говоря и да вот я добавлю представьте себя на месте маленького ребенка да ночь холодно страшно он он не понимает что он потерялся он понимает что что то не то он не дома ему плохо и где-то там вдалеке кто-то ходит кричит светит фонариками дети очень редко отзываются на самом деле они могут идти за группами они могут выходить даже за ними но отзываются не очень редко только если вот прям наткнешься на него а представь себе ну маленький ребенку сколько он там а он ушел я так понимаю в домашней одежде да то есть у него там футболочка наверное да он ушел в домашней одежде ну была тельняшка там футболка под ней колготки резиновые сапоги в общем все но он передвигался понимаете когда группы прочесывали лес они постоянно находили следы но не сразу было понятно это матвея или каких-то местных ребятишек например потом когда уже там даже после дождя мы начали находить свежие мы поняли что это точно его потому что здесь уже в зоне поиска вообще детей не было и вот тогда стало понятно что он передвигается у нас как бы не хотели думать о худшем и ну всяко могло быть у него могли кончиться силы там голодный холодный запнуться где-то упасть мог перед сидеть на месте он передвигался это я думаю что это сыграло роль в том что все хорошо что он не залет да ну вот смотрите да обычно тем кто потерялся рекомендуют не сидеть на месте а с точки зрения поисковиков проще когда человек сидит на месте ли когда когда сидит это первое право правило когда ты понял что ты потерялся оставаться на месте не осложнять задачу тем кто тебя ищет ты остался тебя найдут так больше шансов чем ты найдешь будешь блудить терять силы и так далее у нас все время выкладывают разные посты с картинками советами и так далее там вот прямо постоянно оставайтесь на месте но это на взрослых людей работает ребенок то в этой ситуации конечно же он будет ну вот в прошлом году резонансный поиск в сибири сегодня мелькалов фамилия имя отчество мальчика забыла его ведь в девятистах метрах от штаба нашли ну то есть это тоже сверх расстояние он сидел на кочке в болоте его сняли причем этот участок тоже был сначала предварительно осмотрен потом когда москва приехал на усиление его нашли снова когда пошли это не постоянно там сидел он тоже где-то был в другом месте когда осматривали да ну да просто очень часто же влияет вот дима не даст соврать когда заболоченные места когда морда хлест когда бурелом очень сложно прочесать вот ну что называется под иголочку но в этот раз саша как координатор ставила задачу заглядывать под каждую елку вот нашли нашли его все-таки в лесу как вообще нашли где где он был то есть это как-то вот ну не знаю какой-то там закуточек где одна из групп которая работала одной из последних перед тем как его нашли она передала координаты новых обнаруженных следов что обнаружен прям слежи свежие следы а вот перед этим вот только-только прошел дождь сильный ливень и даже там немножко гроза погремела и было понятно что след прям вообще свежий отпечатан и туда послали на проверку кинологический расчет с нашим старшим группы и они просто по пути туда на след они нашли ответ то есть он сначала там сидел на бревнышке когда я увидел встал там что-то даже попытался сказать ну то есть он не совсем не разговаривает еще достаточно у него слабая речь вот и вот так они его нашли а мне вот сложно представить эмоции людей в этот момент мне кажется это чудо какое-то вы приходите как-нибудь эмоционально это всегда сложно когда любой поиск особенно детский вот он находится это до слез поэтому вот по себе знаю что в этот момент я стараюсь куда-то отъехать по делам отойти кого-то забрать группу да да в этот момент я вытаскивал машину но я тоже это спряталась штаб потому что ты не можешь сдержать слезы катятся и катятся и не хочется чтобы тебя зареван увидели мне кажется то есть часть людей встречает и ждет а некоторые вот так ну потому что эмоции конечно переполняет у меня еще такой вопрос скажите вот та местность которую искали матвея насколько она опасна для ребенка была ну понятно что для маленького ребенка наверное там опасно природа на все да ну вот водоемы какие-то да промышленные какие-то строения потому что промышленных не было много забросов было были водоемы то есть там речки ручейки заболотистые места были бурелом был зверья на крайние поля до звери серьезно звери это железо то есть там вот ходили там следы лосей кабанов с утра мы в группу видеть с утра видели медвежьи даже ну то есть там зверя много зверей и это понятно что большой риск но зверь пуган и как бы отходит когда это не очень далеко от населенного пункта но вы говорите что пункты населенные маленькие 5 домов то есть людей немного у нас в радужном на той неделе лось бегал что уж говорить двести тридцать километров под львяжьи а насколько я понимаю там еще жители соседних до деревень привлекали поиска очень много причем в этом как привлекали они сами приходили то есть не то что вот там их под ружье ставили они у нас была тележка да привезли на тракторе тележка тракторная телега да приехал с колхоза с фермы привезли ну наверно 13 работницы вот приехали они в белых косыночках все-таки приехали вот нарядные приятно ну не то что нарядные они в сапогах все но они приехали искать потому что сказали какая работа у нас ребенка слушайте а вот люди местные жители которые привлекаются к поискам насколько они большие помощники все-таки в этом вопросе то есть у них же опыта большого нет то есть все что они могут ну как-то там цепочкой например распределиться до всегда при резонансном поиске когда много людей огромная потребность бывает в людях опытных старшей группы опытный старшей группы он может взять 5 7 10 человек но если совсем не плохо то там 20 и 3 но это как бы качество конечно падает но тем не менее он может взять и водить из них людей и качество будет достойное потому что он знает как это делать он сможет им объяснить поэтому у нас очень многие люди которые например просились на поиск игре там я готов мы вынуждены были отказать потому что ну просто вот как вы правильно сказали просто ходить не зная как это это можно не себе что-то повредить до самому потеряться и вот это вот проблема есть да но то есть недостаточно просто приехать поднять руку сказать все я пошел в лес прочесывать каждый кусты все равно нужно применять группе у которой есть конечно обязательно это еще вначале надо поучиться чтобы стать руководителем то что руководителем хотя бы стать поисковиком для этого надо прийти на лекцию это в идеале конечно это самый лучший вариант смотрите а кто координирует работу в плане то есть куда пойдут волонтеры бюджет полиция где следком как вообще все эти службы разрознены между полиции допустим и у следственного комитета ниже другие задачи то есть нам очень часто полиция помогает прочесывать лес да то есть мы работаем совместными группами но не больше допустим подворовый обход опрос жителей вот это вот огромная работа которую они умеют и качественно достаточно делают это все можно возложить на них и поэтому разделяли беспрепятственный вход в дома то есть открыты хоть постройки открывать еще что люди по-другому уже с ними разговаривают все таки они при власти как бы то есть или мы прибегаем расскажите нам где вот увидели чему мы вежливо тоже спрашиваем мне кажется наверное все таки в сельской местности люди более открытые в том числе это мной по отношению к волонтерам нет такого что нет мы вам не скажем а вот полиции мы расскажем только им и больше никому но все равно действительно да разно не бывает ведь люди сами по себе в разном состоянии так скажем бывает не всегда расположены говорить вот например или когда мы говорим что знаете вот ребенок маленький мог там огородами условно говоря пробраться и в сарае вам можете посмотреть дучи сарае что не знаю ничего он закрыт у меня да а тут придет полиция скажет давайте посмотрим они посмотрят но в этой ситуации я так понимаю что с полицией у вас хорошие отношения сложились именно по этому поиску очень такие продуктивные где по дереву постучать у нас вообще очень хорошие отношения то есть очень плотно взаимодействие ни одного поиска не проходит так чтобы кто-то там из полиции не посодействовал чтобы не подключился сами звонят осень когда поступает сообщение о пропаже у нас обмен информации и если звонит заявитель нам но еще нет заявление в полицию то мы сразу говорю нужно заявление в полицию этом формируем а если допустим к ним приходят с заявлением о пропаже человека то они либо заявителю дают телефончик и говорят позвоните да на горячую линию либо сами звонят то есть такое тоже бывает заявку может любой оставить человек потому что я помню кстати несколько лет с матвеем это был как раз сотрудник полиции он изначально подал я просто помню несколько лет назад вот на заре только когда все начиналось были не некие некоторые проблемы там во взаимодействии волонтеров с полицией потому что там не вовремя доходила информация где-то что-то не сообщали ну это просто как бы на местах не до всех скажем так информация дошла то есть не на что пожаловать и нынче и со следственным комитетом прекрасно то есть отрабатывали они свою версию там все свидетельства которые там их касались и так далее и мы делились информацией сразу то есть они приходили сразу рассказывали что известно мы рассказывали чего там мы достигли что планируем какими кадры которые следы какие-то на все вещи что-то находилось вот сразу им передавали координат и наш старший группы брал их и where туда, показывал где-то всё. То есть они всё отрабатывают. А как вы во время поисков общаетесь? Это по рации, куда-то в одно место вся информация поступает? По рации? Да, у нас есть штаб всегда на поиске, разворачивается. В штабе есть команда. И с командой как раз каждая поисковая группа ЛИСА, она держит связь по рации. Я просто хотела ещё к вопросу о местных жителях и взаимодействии с ними два слова сказать. Меня просто до сих пор из головы не уходят два брата, которые в том числе приехали из села, которое недалеко от места. И надо же понимать, что очень сложно. То есть всё равно координатор ставит задачи, какие приоритетные, кого куда отправить. Они приехали во второй половине дня, а оба немолодые, но такие вот. Они приехали, подготовленные в резиновых сапогах, всё готовые к поиску, и они ждали. То есть они так и не вышли на выполнение задачи. Мне кажется, это какой-то отдельный героизм, ждать до последнего. Понятно, что каждый готов приехать и сразу бежать в лес с грубыми глазами, там ничего. Всё равно в отряде есть свои алгоритмы. И вот у нас два вот этих брата мне очень запали, которые ждали, 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 спрашивали, отправляют, их уже нет. И, в общем, уже был хороший результат. И Матвея нашли, они поехали домой. И две несовершеннолетних девушки приехали, тоже местные. Они говорят, мы знаем лес, мы хотим идти. Но по правилам отряда мы несовершеннолетних на поиск не привлекаем. Ещё двух детей по пути потеряют. Мы причём сказали, что вы можете, и мы будем рады, если вы поможете чем-то в штабе, но как бы отправить в лес мы вас не можем. То есть это всегда какая-то отдельная история, и хочется отдельно поблагодарить. Вот понятно, что мы благодарим службы, благодарим тех, всех. А вот этих людей, которые бросают свои дела, добровольцы, и которые готовы, ну или не всегда готовы, но мы стараемся эти моменты смягчить, что там, вот вам нет 18, подождите немножко и приходите в отряд, мы будем очень рады вас видеть этой помощи. Ну да, это, наверное, отдельное такое приятное чувство, когда ты осознаёшь, сколько людей готовы помочь. И вот моя любимая фраза, я всегда использую, и мы всегда говорим, что вместе мы сможем многое. Вот это реально много людей, тем более, зная там алгоритмы, зная методику, это можно очень много сделать. Просто нужно им задать правильное направление. А желание у них есть. Мы сейчас об этом поговорим, да, о том, каким образом могут помогать те люди, которые ещё не в отряде, и может быть... Как вообще готовят на их школу. Да, 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 может быть, ещё не совсем готовы именно к поисковым вот каким-то работам в лесу там, да, или ещё где-то. Сейчас реклама, и после вернёмся к нашим гостям. Эй, 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 куда? Реклама. Программа «Дневной разворот» продолжается. Александр Яговкин, Дмитрий Колодкин, Юлия Янушай. Это в нашей студии. Это волонтёры и руководители, координаторы поискового отряда «Лиза Алерт» в Кировской области. Мы вначале говорили о поисках Матвея Лоскутова, пропавшего не так давно и найденного живым. Четыре года мальчику, да. И спасибо большое, конечно, всем, кто принимал в этом участие, и ребёнка помог вернуть там, да, в семью. Вот. Перед перерывом остановились на том, что вот то количество людей, которые аккумулируют вокруг себя каждый поиск, да, это люди не всегда там с опытом работы, да, это часто люди, которые никогда вообще в жизни в поисках не участвовали, но они всё равно полезны, и они могут не обязательно участвовать вот в работе поисковой группы непосредственно на местности, да. Есть огромное количество задач, которые эти люди решают, и это могут быть самые разные люди, и несовершеннолетние даже в том числе, да. Ну, несовершеннолетние нет. Они даже в лагере не могут, да, помощь, по-моему, Ну, это в качестве исключения, например, потому что вот эти две девушки, которые приехали несовершеннолетние, они были с родителями, со старшими этими, и просто как бы им... С официальными представителями. Да, их домой отправлять одних тоже нет, и как бы мы могли бы найти какую-то посильную помощь в штабе, но отправить в лес точно нет. Вот. И, ну, как бы, соответственно, вот эти правила, их просто, ну, как бы отряда надо знать, и мы всем новичкам про них рассказываем. То есть сначала дорасти до 18 лет, а потом уже приходи к нам. Ну, есть и моложе, которые... Люди занимаются, то есть репостами сидят. Да, есть ему 18, нету 18, но он может сидеть в социальной сети и пустить, но желательно, конечно, 18 лет, чтобы было. Нет, ну, тот ребенок, если несовершеннолетний, и он, например, дома находится, все равно ответственность за него в этот момент, мне кажется, несут родители, и все-таки там группа ВКонтакте, Лиза Алерт, это не та группа, в которую нельзя несовершеннолетним детям ходить, я думаю, да. Да, поэтому, конечно, дети, которые, кстати говоря, вот, ну, ребят, там, да, подростки, они, наверное, психологию там своих сверстников... Да, Дима правильно сказала, если, например, они сделают репост на свою страницу и расскажут друзьям, это будет очень большая помощь, особенно если ищут их ровесника, например. Вот потому что, действительно, они же могут знать какие-то вещи, которые взрослые не знают. Уже упустили. Да, и мы еще говорили о том, что даже люди с ограниченными возможностями принимают участие в работе поискового отряда, и они вот как раз в качестве координаторов на месте там, да, возле компьютера. Ну, это скорее исключение, я говорю, что в соседнем регионе есть вот человек, который, ну, колясочник, да, называют он, координатор отряда, и ведет поиски. Есть инфорги, то есть те, кто работают удаленно за компьютером, есть те, кто занимается репостом, пишут тексты, пишут программы компьютерные какие-то, дизайнерские картинки оформляют, ну, вот, чтобы привлечь внимание, например, то есть очень много направлений, об этом вот в новичковой у нас обычно рассказывают, чтобы каждый мог найти себе дело. А есть, я не знаю, там, среди вас психологи, да, кто может как-то прокомментировать поведенческие реакции каждого возраста, да, то есть этот ребенок ведет себя таким образом, то есть вот он, скорее всего, будет бегать по лесу, а вот этот уже, вероятнее всего, будет сидеть. Да, конечно, есть психологическая служба, и не только по работе с тем, кого мы ищем, но и по работе с самими волонтерами, потому что есть такая тенденция выгорания, называется, волонтера, когда вроде бы человек все время рвется, 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 потом ему начинают немножко надоедать. Это все, какие-то причины находить. Вот психолог есть, причем обучают и нас этому всему, то есть общению с людьми и с детьми, плюс в принципе различных болезней, когда у человека Альцгеймер и что-то, вот это вот все эти... Особенности такие, да, психологические? Особенности психологические, это все мы изучаем, должны мы это знать, потому что мы их ищем, этих людей. И если мы не знаем, куда он пойдет и как он себя будет вести, мы будем искать его очень долго. Да, я думаю, нам пора университет открывать уже. Юля, вы как куратор новичков, то есть вы работаете с ними исключительно, если они приходят на поиск или есть какая-то, не знаю, как школа? Вот новичковые, Саша сказал слово новичковые. Да, детский сад какой-то для поисковиков. На самом деле есть же очень много способов попасть в отряд, и кто-то как вот приезжает, у каждого из нас был свой первый поиск, он просто там отписывается под постом, едет, и потом уже что-то узнает, например, приходит на лекцию. Есть люди, которые теряются, ну не в смысле теряются как потерявшиеся, да, а они стесняются там, им проще сначала послушать лекцию, узнать что-то, и уже потом присоединиться к отряду. Вот после поиска Матвея у нас огромное количество, и это очень радует, отзывы в группе, которые пишут «Мы хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим», и там три дня прошло, нам не ответили на анкету. Мы, конечно, стараемся каждому ответить, каждому написать, но на самом деле самый простой способ стать волонтером – это поехать на поиск. Никого не бросают, то есть это не так, что вот ты пришел, ты неопытный, ты никогда не участвовал в поисках, тебе дали рацию, навигатор, компасы отправили, иди. Нет, такого никогда не бывает. В любом случае старшие поисковых группы, все опытные волонтеры, они подскажут, помогут, сориентируют, объяснят задачи, потому что есть нюансы даже, как клеить ориентировки. Тут недавно одна девушка написала. Нет, конечно, репосты и расклейка ориентировок – это хорошо, а можно в лес. Да, в лес можно, но расклейка ориентировок, она не менее важна, на самом деле, чем… То есть тут тоже есть какие-то тонкости в расклейке? Ну да, если там ориентация, где больше проходимость людей и так далее. Вот нюансов много и всем… То есть тут надо разбираться. Конечно, да. Где можно, где нельзя, клеить. А вот, кстати, да, это же была тоже, я помню, проблема, Александр, мы как-то с вами это обсуждали, да, помните, вы говорили, что как-то надо выстроить взаимодействие с городскими властями, ну, в Кирове, например, да, потому что ориентировки часто там размещают где-то либо на остановках, либо еще где-то. После того, как поиск завершен, волонтеры обычно убирают это все, да. Но бывает так, что в тот момент, когда вы наклеили и поиск еще идет, эту вашу листовку могут либо сорвать, причем именно там по распоряжению властей. Ну, нет, скорее даже жители сами это делают. Жители сами это делают. Не все понимают важность этого. Мы не клеим на фасады домов, там, на витрины магазинов, на машины, на какую-то частную собственность и так далее. Мы стараемся клеить там, где, в принципе, они уже наклеены, да, какие-то объявления. То есть это на остановке, это столбы, это доски объявлений. Это на подъезды иногда бывает. Как часто вообще отрабатывают себя вот эти ориентировки листовки? Очень, очень хорошая вещь. То есть там до 30-40% найденных, это как раз по ориентировкам. У вас взаимодействие со службами такси, я помню тогда, было налажено и оно есть сейчас. Есть сейчас, я так понимаю. У меня еще вопрос к Юле и, наверное, ко всем остальным тоже. Вот если человек хочет прийти в отряд и пока ничем еще не занимался, опыта у него никакого нет, все-таки ему, вот Юля, вы говорите, там лучше это приехать на поиск, да, ему все-таки вот лучше начинать с поиска где-то в Кирове или лучше начинать с поиска где-то в Кирове? Это зависит от человека. Не важно, да? Да. То есть может быть у него огромный туристический опыт, он в принципе воспринимает информацию адекватно и достаточно быстро и он втянется буквально в течение нескольких часов. Ну вот если у человека нет туристического опыта, если он никогда за пределы Кирова не выезжал в туристические боевки куда-то, все-таки ему на первый поиск лучше приходить, вот когда в Кирове, например, да, идет какая-то поисковая операция или это не важно? Мне кажется, не важно, потому что, ну вот, то есть делать вывод и искать удачный момент. Я вот сегодня читала историю, когда наши ребята из Москвы собрали истории волонтеров про свой первый поиск. Девушка пишет, что я долго готовилась и как бы понимала, что вроде надо, вроде не надо, вроде хочу, а потом раз, поиск ребенка и она поняла, что я должна быть там. То есть мне кажется, это волонтерство, ну, не тот случай, да, когда я буду сидеть и думать, а как мне лучше, а что, да. Выбирать какой-то удобный случай или этого. То есть ты понимаешь, что ты должен быть на этом поиске, ты пишешь, ты едешь. Вот. Вот как у нас, не знаю, Дима, какой первый поиск пришел? Ты почему здесь остался? Мой первый поиск это Котельнический Кирюши. А тоже мальчик, да, маленький. Да, тоже мальчик. Мы успели только доехать, но мы привезли какие-то продукты, вот так вот, так как туристический опыт у меня есть, я сказал, да, я пойду в лес, записали в лесу, все, уже начали инструктаж проводить, в это время стоп. И так мне не удалось в лес сходить, но уже вот сама атмосфера тогда, вот это уже было. А потом почти подряд пошло как-то, даже не останавливаясь. Александра, ваш первый, первая потеряшка. Ой, слушайте. Ну, я пришла на братьев Кулаковых, но на место не ехала, там, задачи городские выполняла. Я рассказываю, у меня любимая вот эта вот моя ситуация, да, когда я пришла на первое собрание «Лиза-Алерт», я сказала, ну, я по лесу это вообще не мое, я как бы вообще не могу, не знаю, хотела бы это есть туристический, но боюсь и не пойду, я вам там, ну, могу что-нибудь поесть, приготовить, там, с детьми у вас могу посидеть, пока вы там по лесам бегаете. И вообще мне после десяти вечера не звоните, я сплю, потому что и как бы, ну, не знаю, в общем, может быть, чем помогу, так-то хочется, но не знаю чем. Вот как раз классическое то, что Юля описывает, да, и потом у меня было несколько поисков, на которые я ходила, и вроде как бы хочется, я понимаю, что хорошее дело, я не понимаю, чего я там делаю вообще, ходим мы какие-то странные люди, что-то клеим ориентировки. Ну вот, смотрите, да, играет вообще роль человек, пришел на первый поиск на удачный, либо нет. Нет, по-разному. Вот если ушли братьев Кулаковых в пример привели, то есть мальчиков так и не нашли. По-разному, не имеет значения. Всегда после детских резонансных поисков, неважно, с каким результатом они закончились, приходит много людей, которые начинают осознавать, что это хорошее дело, этим надо заниматься. И опять же, вот как бы к вопросу, как выбрать городской поиск, лесной поиск и так далее, даже на лесной поиск человека, например, ну понятно, что есть определенные инфорги наши всегда напишут, что собраться, что учесть, там вода, лес, мокрый лес и так далее. Понятно, что девушку на каблуках там в лесу никто не отправит на задачи, но независимо от наличия опыта, я говорю, никто никого не бросает. И есть отработка линейных ориентиров, да, там просеки, дороги, еще что-то, тропинки. То есть всегда конкретные задачи раздаются, исходя из опыта человека. И поэтому нет такого, что вот в полной выкладке спецназа и мы ждем таких брутальных мужиков, которые все могут. А если вспомнить работу штаба, который обеспечивает вот весь этот поиск, да, вот Дима, он очень часто у нас в штабе помогает, он представляет объем работы, который там любой человек может выполнить, без разницы есть у него там туристический опыт или нет. Дима, что надо в штабе делать, то что может сделать вообще любой человек? Задач очень много, честно сказать. Чай скипятить, дрова порубить. Даже найти кого-то, потому что людей очень много и вот они в разных машинах, кто-то отдыхает, кто-то... Ну да, просто срочно нужен там кинолог собака, найди мне его. Где он? Куда он ушел? Вот смотрите, да, по поводу машин. Даже мне кажется, да, я вижу, что у нас две минутки осталось. Мне кажется, даже встречались комментарии мне такие в сети. Люди, у кого нет машины, но они хотят принять участие в поисках. Это возможно? Или если у тебя нет колес? Это без проблем. Форк найдет вам экипаж, то есть найдет водителя и машину, которая вас доставит туда и привезет обратно. Если найдет, то без проблем. То есть человек, который хочет принять участие в первых поисках, он видит ориентировку в социальных сетях, там же есть номер телефона, по которому можно позвонить, спросить в какой экипировке приезжать, там до что можно взять с собой. Или в комментариях ответить. Да, да, да. И можно ли добраться, помогут ли ему добраться до места, например. То есть можно просто подсесть. Минута у нас остается, нет, две еще. Давайте тогда мы пригласим на новичковую, чтобы все это можно было объяснить подробно. Завтра в 7 вечера в онлайне на платформе вебинар Александр Редькин, который у него позывной мохнатый опытный координатор, инструктор Лиза Алерт, региональный представитель Орловской области, специально по нашей просьбе он приезжал как группа поддержки и усиления на поиск Матвея для всех новичков Кировской области, расскажет о правилах отряда, о том, как собраться на первый поиск, об основных принципах, да, то есть даст какие-то азы и ответит на все вопросы. Да, очень интересно, как лектор, мы специально его просили, очень ярко рассказывали. Да, все, что для этого надо, в группе отряда ВКонтакте размещена ссылка, ну, в Инстаграме, в Фейсбуке, понятно, вы проходите заранее регистрацию, она простейшая, это буквально два клика и, ну, в назначенное время, завтра в 7 вечера, проходите и слушайте лекцию. Вопросы можно задать заранее, уже сейчас отправить, и Александр подготовится и ответит вам. И вот это может быть очень удобным первым шагом как раз для тех, кто сомневается, кто не знает, кто хочет рассчитать свои силы и так далее, да. То есть вот этот шаг, он, как бы, такой очень мотивирующий и поддерживающий. И мы поэтому приглашаем всех. Завтра в 7 часов вечера ВКонтакте, группа Лиза Алерт, либо там Фейсбук, либо Инстаграм. Там ссылка на платформу вебинар. Да, все, пора заканчивать. Спасибо большое нашим гостям. Александр Яговкин, Дмитрий Колодкин, Юлию Инушай. Это были в нашей студии. Первый час дневного разворота на этом завершен.